Перед началом этого видео хочу вам всем рассказать и посоветовать сервер Гриф Куб. Сервер открылся несколько месяцев назад и совсем недавно на нем произошел вайп. На сервере уже есть хороший онлайн, хотя его особо нигде не рекламировали, и на это есть свои причины. И причин этих много, на сервере есть особые вещи, которые могут вам давать положительные эффекты. Эти вещи можно выбивать из кейсов, а кейсов этих, кстати, почти 20. На сервере нет лагов, а администрация целенаправленно борется с читерами. Так, например, дома найденных читеров раздаются игрокам, а если вы найдете читера, вам дадут его донат, если он у него будет, его дом и денежный баланс. На сервере открылось уже два выживания на полноценной версии 1.14.4 со всеми нововведениями этой крутой версии. На сервере хорошая экономика, позволяющая развиваться игрокам без доната, и запрещен обман при продаже привилегий команды Grand, благодаря чему вы сможете безопасно купить донат за игровую валюту. Сервер уже выбрали тысячи игроков. IP в описании и на экране. Сегодня мы разберем самый старый анархо-сервер Майнкрафта. Я собрал для вас 100 фактов о 2B2T. Некоторые вы могли уже узнать из моих предыдущих видео, некоторые новые. Давайте начнем. 2B2T изначально был сервером Гаррис Мода. 2B2T расшифровывается как 2Builders 2Tools, что переводится как 2 строителя, 2 инструмента. Сервер работает с декабря 2010 года, то есть на момент выхода этого видео больше 9 лет. На 2B2T никогда не было вайпа карты. Вес файла мира игры на данный момент составляет больше 7 терабайт, если точнее 7468 гигабайт на март 2020. Всего на 2B2T поиграло более 450 тысяч человек. В 2011 из-за повреждения файлов данных все игроки оказались на спауне, а все содержимое их инвентаря пропало. На сервере были отключены элитры с сентября 2017 года. Игроки летали на них слишком быстро, создавая новые чанки и заставляя сервер лагать. Однако 14 августа 2019 элитры вернули обратно. Некоторым игрокам удалось преодолеть коренную породу и упасть под карту, или же пробраться за потолок нижнего мира. Теперь же на сервере стоит плагин, который убивает игрока, как только он там окажется. Некоторые постройки, например, адское шоссе, построено не людьми, а ботами. При этом использовались дюкнутые блоки. 2B2T назван печатными СМИ самым худшим сервером Майнкрафта. На 2B2T не дадут бан за использование читов. Но античиты на сервере существуют. Очередь на сервер появилась из-за того, что про него начали делать видео на ютубе. Раньше для старых игроков был приоритет в очереди, и им не приходилось ждать по 4 часа, чтобы просто поиграть. Сейчас эту опцию убрали, но можно заплатить 20 долларов за месяц, чтобы не ждать в очереди. 2B2T не самый старый сервер Майнкрафта. По факту 2B2T является четвертым. Версия игры, на которой работает сервер 1.12. На 2B2T можно получить бан. Происходит это путем использования шалкера, заполненного книгами. Из-за большого количества символов, сервер просто-напросто автоматически банит игрока. Эта тактика использовалась в основном против ютуберов, потому что, как я и говорил, очередь на сервере появилась именно из-за них. На сервере при помощи взлома было создано оружие с уровнем зачарования 32767. Оно называется либо супероружие, либо оружие 32К. На данный момент это супероружие уже пофиксили. Если у вас нет лицензии, то можно скачать карту 2B2T в интернете. Там, конечно, не вся карта, но довольно большой ее кусок. Сейчас средний онлайн на 2B2T от 500 до 1400 игроков. На сервере были так называемые альфа-листья. В руках они выглядели как огромный блок с текстурой, обозначающий отсутствие текстуры. Откуда они взялись, точно неизвестно, но сейчас их уже нет. Кстати, также существуют поддельные деревянные плиты, или же альфа-плиты. В руках они выглядят как тот же большой блок без текстуры, а если их использовать, то они будут выглядеть как обычная деревянная плита, но иметь свойство каменной. В чате 2B2T не получится писать на русском, но на табличках все-таки можно. Если вы будете долго стоять на месте, то сервер выкинет вас за бездействие, освободив очередь. Но иногда сервер просто может выкинуть всех игроков сразу. Новичков на 2B2T не любят, поэтому существует традиция их убивать. В нижнем мире на 2B2T есть вода. Арбуз является символом 2B2T. На сервере есть постройки из коренной породы, которые игроки создали в режиме выживания. Добыты они были, конечно же, при помощи эксплойтов. Если вы новичок на сервере, то лучший способ выбраться со спауна через магистрали в нижнем мире. Но будьте осторожны, некоторые из порталов могут оказаться ловушками. Если вы заспаунились в неудачном месте, то можно прописать команду kill, в таком случае вы появитесь в другом месте. Все свои вещи лучше хранить в эндер-сундуке, так как на сервере нет привата. Граница мира на 2B2T была достигнута без использования читов. Игроки, достигшие ее, обнаружили, что читеры сделали это еще несколько лет назад. Раньше спаун всех игроков происходил в одной точке, из-за чего было очень просто убивать новичков. Сейчас спаун происходит в случайном месте недалеко от нулевой координаты. Край был отключен на 2B2T. Однако игрокам все же удалось достать драконе яйцо, с которым потом было много проблем. На 2B2T почти каждый год включают временные карты, когда основная по какой-то причине недоступна. Там игроков помещают в разные условия. Например, дают всем крутую броню и оружие, и ограничивают размер мира. На 2B2T создавалась целая группа для борьбы с фан-базой ютуберов. В 2013 году онлайн на 2B2T проседал до двух-трех игроков. На сервере была война с деревьями, поэтому найти дерево на спауне почти невозможно. По 2B2T есть комиксы. Первая страничка комикса вышла еще в 2011 году. Статуя Иисуса на базе Императора была настолько крута, что даже появилась на официальном сайте 2B2T. Самый старый известный скриншот 2B2T был сделан в апреле 2011 года, и сейчас он на ваших экранах. Южный канал на 2B2T, возможно, самая большая постройка в Майнкрафте, созданная в режиме выживания. Про Ованпост Гнева, построенный участниками Валькирии после падения Асгард 2, существует стих на английском под названием «Руины гнева». 2B2T упоминается в книге под названием «Введение в дизайн, создание прототипов и разработка игр, как бесплодный адский пейзаж и окончательное выражение основной механики игры». Как я уже говорил, банное 2B2T получить все-таки можно, но это происходит автоматически. Администрация же, скорее всего, вас просто накажет, и то в редких случаях. Самой распространенной меры наказания является лишение игрока места в приоритетной очереди входа на сервер. Во время шестого вторжения некоторым игрокам не посчастливилось попасть в так называемый гулаг, где они в качестве рабов должны были ломать сундуки для дюпа обсидиана. В случае непослушания их убивали. На сервере существовала броня, которая могла складываться в стак. На 2B2T существует группа игроков, которая восстанавливает старые разрушенные базы и памятники. Самым опасным местом на сервере считаются координаты x0, y0 по очевидным причинам. Из-за своей популярности 2B2T имеет множество клонов. Например, 4B4T или 1B1T. Клон под названием 3B3T создал сам Хаусмастер. Первый игрок, убивший дракона, JDW. На 2B2T есть мем, x была отключена из-за эксплойта. Это связано с тем, что Хаусмастер отключил элитры. В качестве примера, ходьба была временно отключена из-за эксплойта. Эксплойты были временно отключены из-за эксплойта. Хаусмастер был временно отключен из-за эксплойта и так далее. Известная база NFE расшифровывается как минус 400 800. Название, по сути, является координатами базы. Несмотря на то, что база была так близко к спауну, понадобилось целых два года, чтобы ее разрушить. Настолько хорошо ее защищали. У 2B2T есть свой музей, где сохранены многие известные постройки. На 2B2T читы настолько распространены, что некоторые чит-клиенты были сделаны его игроками специально для этого сервера. Хаусмастер раньше любил телепортироваться к случайным игрокам и наблюдать за ними или их базами. Также он мог дать игроку случайный предмет. В декабре 2010 года, в месяц создания сервера, была создана база Z-Hatch, предположительно самая старая база на 2B2T. 2B2T однажды чуть было не закрылся из-за перегрузок. Первая магистраль на 2B2T, достигшая края мира, располагалась на положительной X-оси. Это произошло 26 марта 2017 года. Последняя ось, по которой достигли границу мира, минус Z. Если вы зайдете на сервер и увидите, что весь чат заполнен буквой «Т», то не удивляйтесь. Это здесь происходит почти каждый день. Самое популярное видео по 2B2T на данный момент имеет 2,9 миллиона просмотров. Это логотип 2B2T. Звание самого старого сервера закрепилось из-за ютубера TheCampingCrusher, который либо ради кликбейта, либо по незнанию называл так 2B2T на своем канале. У 2B2T есть свой сабреддит. Хаусмастер не был создателем 2B2T, он получил этот сервер от своего друга. В октябре 2015-го содержание сервера стоило около 90 долларов в месяц, то есть больше 6 тысяч рублей на современный курс. Тогда сервер занимал только 800 гигабайт. Можно примерно посчитать, что при своем нынешнем размере его содержание может обходиться более чем в 50 тысяч рублей. Немалая часть от этой суммы собирается из пожертвований игроков. Многие игроки на 2B2T имеют по несколько тайных аккаунтов. Игрок под ником PopBob находил базы других игроков, используя звук от удара молнии. Вторжение на спаун — это событие, когда группа игроков захватывает и пытается удержать спаун, убивая всех вокруг, а также строит свои базы и уничтожает чужие. В настоящее время было уже 7 официальных вторжений. На 2B2T нет фильтра чата, поэтому туда лучше не заглядывать без необходимости. Изначально сервер находился в Стокгольме. Сейчас он, по словам администраторов, находится где-то в Нью-Йорке. На сервере есть специальные первоапрельские карты. Обычные игроки 2B2T подразделяются на три группы — Old Fagi, Mid Fagi и New Fagi. Зависит это от того, как давно человек играет на сервере. Существовал эксплойт, называемый апокалипсис. Из-за бага игрок мог находиться в двух местах одновременно, что через какое-то время приводило к падению сервера. Известно, что Хаусмастер использовал редактор карты, чтобы удалить с сервера некоторые строения, вызывающие лаги. Хаусмастер из Швеции, как и создатель Майнкрафта. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить лайк и написать комментарий — это поможет его продвижению. Также можете подписаться на канал и посмотреть мои другие видео. Всем спасибо за просмотр.